В святцах православной церкви множество имен древних мучеников и святых, но лишь единицы из них на слуху у всех. Святой великомученик и целитель Пантелеймон известен не только православным, но и представителям других религий. В день его памяти в Некомидии, городе, в котором жил святое, собираются тысячи людей различных верований. Привозят сотни больных, многие из которых по молитвам святого получают исцеление. Но не только на родине чтят целителя Пантелеймона. Многие православные храмы в день его памяти отмечают свой престольный праздник. О том, как прошел день памяти святого великомученика Пантелеймона в Узбекистане, в следующем нашем сюжете. В Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента прошли торжества по случаю престольного праздника в северном пределе храма. В этот день было отслужено две божественные лютургии, раннее и позднее. Позднюю совершил глава среднеазиатского митрополитчьего округа, митрополит Ташкентский и узбекистанский Викентий. Святой великомученик Пантелейман жил в Малой Азии в III веке. Особая милосердная любовь ко всем людям отличала его с раннего детства, поэтому, желая помогать ближнему, он выбрал себе профессию врача. От своего отца он наследовал языческую веру, но после того, как Господь от молитв Пантелеймона воскресил ребенка, укушенного змеей, целитель принял крещение. Он стал лечить христиан, томившихся в тюрьмах. Об этом узнал император Максимилиан. Он предложил Пантелейману отречься от веры, но целитель не сделал этого, за что и был казнен. Он не посмотрел на свою молодость, не посмотрел на свою перспективу, на свою будущую славу и честь, которую ему обещали сам император, но он посмотрел на славу Божию, вечную царство Христово и избрал этот путь. Также в своем архипастерском слове владыка Викентий обратил внимание прихожан на то, что часто молодые люди не хотят идти в церковь, оправдывая это тем, что молодость дана для наслаждения и удовольствия в этом мире, и только в старости будет время посвятить себя Богу. Но на примере святого Пантелеймона можно увидеть другой образ жизни, который включает в себя не только заботу о земном благополучии, но и заботу о вечности. Мы видим, что есть другой путь, который мы должны следовать и подражать Великомучнику Пантелеймону. От имени духовенства и прихожан с престольным праздником владыку поздравил протеерей Сергей Николаев, пожелав архипастерю по молитвам Великомучника Пантелеймона здравия и спасения. По окончании литургии вокруг храма был совершен крестный ход.